Доброе утро, мои родные люди! Я вчера буквально до двух часов ночи смотрела свои старые видео. Ну как старые? Относительно старые видео. Где-то 8 месяцев, 9 месяцев влоги, которые я снимала. И не именно мукбанки, а влоги. Влоги намного интереснее смотреть, что я делала, чем я пользовалась. Не знаю, как я себя вела. Когда я смотрю вообще старые свои влоги, это просто позор, позор. Я их, кстати, сегодня собираюсь скрыть. Некоторые скрыла. А это мой красавец! Мой красавец! Посмотрите, какой мальчик! Какой мальчик спит со мной! Кстати, скоро выйдет видео как раз-таки влога Твикса. Я его почти уже приготовила. Там мелочи остались. Просто наложить звук. Надеюсь, что вам понравится. Если понравится, буду частенько вам снимать влоги его глазами. Накрасилась, хотя вам не видно мое лицо. Надела колготочки, потому что холодно. Разобрала здесь немного вещей. Нужно собрать постель. Так, собрала. Кстати, вот это одеяло недавно прям постирала. Такое свеженькое оно сразу стало. Прям приятно лежать. Двиксик мой сладкий, сладкий, сладкий. Маме на сердце, маме на сердце. Отварила пельмешечки. Здесь у нас маслины. Вот столичка. И со сметанкой. Новую взяла 15% простоквашина. Приятного аппетита мне и вам, если вы кушаете. Так, я отсняла мукбанг. Может быть, вам не интересно, но я все равно вам расскажу. В общем, сидела я и монтировала мукбанг. И мой твиксеныш, мой твикс, мой котик, мое сердце лежал вместе со мной. И как только я встала и пошла в соседнюю комнату, в тот же момент он тоже встает. Хотя он спал. Не знаю, как он чувствует, что я сразу встала и пошла. И сразу бежит ко мне. Этот настолько мило. Куда я не иду, он за мной, как хвостик. Это так приятно. Такой он сладкий, ребята. Возможно, вам надоело в инстаграме везде слушать про моего котика. Но это просто часть моей жизни. Я не могу. А еще давайте по-быстрому покажу вам, что же вкусненького мне привезла Чинара. Здесь огромный просто пакет. Гляньте вот на все кресло. Пакет, ну как, ну да. Так, смотрим. Вот такие вот чипсы от Лейс. Кстати, никогда не пробовала. Интересно. Интересно. Вот первый раз с вами смотрю. Твикс. Ой, стикс. От Лейс. Сыр. Дальше вот такие вот штучки. На удивление это все я даже не пробовала, ребята. Я не знаю, она специально отбирала такие продукты, которые я не пробовала. А вот, такой я пробовала. Так. Орео. Спасибо огромное. Чинарочка, честно, очень приятная. И вообще, девчонки, кто ко мне соберется, мукбанг с подписчицей, ничего не надо. Реально мне неудобно. Такие вот сладости, вкусняшки. Даже можно, знаете, мукбанг собабахать. Тут напитки. А еще что-то такое. Со вкусом грецкого ореха. Я даже не знаю, что это. Я реально не знаю, что это такое. Но надо попробовать. Твикс. О, Твикс. Это же тебе. Твикс. Это тебе. Это ты. Ты в честь этой шоколадки был назван. У тебя имя в честь этой шоколадки. Шоколадки, на, возьми. Это тебе принесли. Радуйся. Так, дальше. Дальше здесь у нас напитки. Все интересное. Все то, что я не пробовала. Не знаю, где она все это нашла. Ой, ну все. Напитки для мукбанга уже есть. Будем пробовать. Так, и фанта. Такое. Она, наверное, специально подбирала те продукты, которые я никогда не пробовала. Спасибо огромное, чинарочка. Честно. Огромное спасибо. Очень-очень приятно. Частенько мне в комментариях пишут, что Айка все домашние дела делает мама, а ты, мол, ничего не делаешь. На самом деле это не так. Я считаю, что я много чего делаю дома, но я это не показываю во влогах, не говорю про это. Тем более моя мама очень любит готовить. И многие, так как не живут вместе с нами, поэтому у этих людей складывается не совсем правильное впечатление обо мне. Я люблю мыть посуду. Единственное, что я очень-очень не люблю, это мыть полы, а пылесосить, не знаю, гладить. Если вам интересно, вот такие вот моменты своей жизни в дальнейшем я могу во влогах вам показывать. Но почему-то раньше я всегда считала, что это вам не интересно. Обычные просто домашние какие-то дела, домашняя рутина. Но в последнее время начала замечать, что мои влоги набирают очень хорошие просмотры. Я решила почаще снимать для вас влоги. Пусть даже самые обычные, пусть даже как я дома, там, не знаю, глажу, что-то убираю, стираю. Кому интересно, тот посмотрит, кому неинтересно, тот пройдет дальше и будет ждать очередной мук-банк. Не знаю, насколько получится это у меня, но буду стараться как можно чаще снимать для вас именно домашнюю какую-то рутину. Как вы знаете, в Азербайджане очень жесткий карантин. И у нас все вокруг закрыто. Мы можем выходить на улицу только на 3 часа. Поэтому можно сказать, что в день я выхожу из дома только в магазин и в аптеку. Все остальное время я нахожусь дома. И вот такую вот свою обычную жизнь я буду показывать. Если вам интересно, то пишите в комментариях. Мне будет очень-очень приятно. Я почувствовала себя домохозяйкой. Убралась на кухне. Все успела, конечно, но очень устала. В гостиной прибралась у себя в комнате. А сейчас, несмотря на то, что время всего лишь 7, уже на улице темно, как будто сейчас 12. Вот. Мне нужно сгонять в аптеку и купить Раокутан. Раокутан. Вы знаете, что я пью этот сильнодействующий препарат, который очень хорошо мне помогает. Слава богу. Поэтому нужно продолжать лечение. Таблетки у меня закончились. Поэтому теперь я собираюсь пойти. Да и вообще хочу немножко прогуляться. Так как постоянно сижу дома, хочу немножко подышать свежим воздухом. Не знаю в городе, насколько этот воздух действительно свежий. Но хочется пройтись. По магазинам идти некуда. Поэтому, скорее всего, вас я с собой брать не буду. Кое-что, может, на улице поснимаю. А так не особо. Особо снимать-то нечего. Везде темно. Эта камера в темноте не особо снимает. Ну, в общем и целом, я очень довольна, что я купила новую камеру влоговую от Canon. Я изначально думала, возможно, я пожалею. У меня же есть телефон. Почему я покупала iPhone 11? Именно для того, чтобы снимать влоги. Но, если честно, вот я смотрю старые влоги, которые я снимала на телефон. И смотрю влоги, которые уже сняты на влоговую камеру. И это огромная просто разница. Колоссальная здесь цветокоррекция. Абсолютно другая. Хотя это не очень дорогая модель. Но в дальнейшем я планирую это продать. И купить последнюю. Mark III. Canon J7X Mark III. Дай бог. Но это я сделаю только в России. Потому что здесь она стоит очень дорого. Неохота переплачивать на столько. Поэтому пока что гоняю с этой. Вся в попыхах я пришла. Изрядно погуляла. Хотя на улице был дождик. Точнее он немного моросил. Все равно решила подышать свежим воздухом. Кое-что купила. Но ничего интересного. По большому счету. Я просто купила себе таблетки Раокутана. Я всегда беру 20 миллиграмм. Вот. Взяла сразу 2. Потому что в этой аптеке он стоил значительно дешевле, чем в других аптеках. Вообще, ребят. Не сравнивайте цены в Азербайджане на Раокутан и цены в России. В России он стоит значительно дороже. У меня даже есть подруга, которая живет в России. Она упаковку покупала за 5 тысяч. То есть, прикиньте, за 2 такие упаковки нужно отдать 10 тысяч. То есть, это всего хватает на месяц. Вот. Где-то стоит 3,5. Опять же, не знаю. В зависимости от города и все дела. Был такой случай однажды. Где-то месяц назад. Я была без маски. Я не могла зайти в магазин. Мне надо было кое-что купить. И там продавщица-девушка отдала мне свою маску, свою новую. Я ей хотела дать деньги. Но она не взяла. И вот сегодня я чисто случайно ее же встретила в этом же супермаркете. Я ей купила баунти такой большой. И подарила, сказала спасибо за маску. Вот. Но все равно я к чему это говорю? Не к тому, что давайте похвалите всем меня, какая я хорошая. Нет. Я просто считаю, что если человек вам сделал добро, то на это добро надо всегда отвечать. Чтобы в следующий раз она тоже кому-то сделала что-то доброе. А если вы просто относитесь к добру, знаете, сделанную и что? Вот тогда все люди вокруг будут обозленными. Короче, сейчас покажу вам. Купила вот такую вот тортницу. Давайте прям так покажу. Мама давненько уже себе хотела. Как-то ко мне пришла Нурай. Здесь еще такая ручечка. Взяла голубую. Вот мама хотела, но что-то никак не могла найти. Как раз для мамы будет сюрприз. Вот маме подари все, что угодно. Она не обрадуется. Как только ты ей подаришь, не знаю, басуду там, какие-то органайзеры. Все, она радостная. И еще я купила вот такой вот тархун. Это для бабушки. И, в общем-то говоря, все, потому что все остальные магазины закрыты. Особо гулять я не стала, потому что мой парень волнуется. Мой любимый всегда говорит, что не надо выходить, когда уже темно. Хотя у нас, знаете, преступность почти равна нулю. То есть в этом плане в Азербайджане жить, это прям кайф. То есть редко когда что-то случается, но все равно он у меня волнуется, так скажем. Вот, но я все равно, знаете, как-то стараюсь вечерком выходить, потому что днем я снимаю контент. Дневное освещение, это все-таки другое дело. Хотя, когда я с подписчицами снимаю, когда два человека сидят, тогда уж лучше использовать Ring Light. Так, мои хорошие, я сейчас буду смывать макияж. Это я буду делать сначала. Подожди, сейчас вам покажу, чем. Я показывала вам в Инстаграме, купила такую умывалку о чистой линии. Это метиллярный гель для умывания. Затем я прохожусь вот таким вот от Невея. Но для начала нужно все убрать метилляркой. Затем эти все процессы будут. Приступим. Мелк! Мелк, мой сладкий, мой мелк! Мелк! Хватит. Хватит. Когда вы узнали, что она беременна? Если я не ошибаюсь, то вы вместе обрадовались тогда? Относительно. Что значит относительно? Я ей задал, ну, опять аналогичный вопрос, так же, как и в первый раз. Я говорю, Алён, ты уверен? reparит. Итак. ... Продолжение следует... ...порравление следует... ...пор Dafür��� Diaz.